У нас здесь вопрос, как классифицировать социальные отношения. Вот здесь есть несколько вариантов, про которые мы, кстати, сейчас с Андреем Владимировичем подробнее расскажем. Но вот здесь есть вариант по осознаваемости. Вот бывают те, в которых мы находимся и чувствуем себя искренними, а те, которые отыгрываем. Есть по ролям. Мать, сын, отец, сын. Да, муж, жена, учитель, ученик, начальник, подчиненный и так далее. А есть вот еще вариант по близости, свой и чужой. Как вы считаете, можно ли так классифицировать социальные отношения? На самом деле, каждая из этих классификаций имеет право на существование, потому что нет никакого единого способа интерпретации этой сложной материи социальных отношений. Социальные отношения – это очень сложная штука. И поэтому мы тут можем и час разговаривать, и два, и десять, и мы все равно до дна не дойдем. Но давайте тогда обсудим. Все варианты верны, кстати. Это большая часть линейной. Большинство, да. Ну вот что мне нравится для понимания. Если мы говорим про степень осознаваемости нашего ролевого поведения. Значит, правда состоит в том, что, конечно, в нейронауках есть такое понятие, оно возникло еще в российской, советской школе физиологической. Его автор Петр Кузьмич Анохин называется обстановочная афферентация. Значит, обстановочная афферентация – это то, что мы с вами реагируем не на какие-то конкретные стимулы, мы с вами реагируем на целый набор средовых факторов. Вот представьте, что вы входите в театр. Ну, там тоже стены, тоже это. Но вы ведете себя не так же, как вы, когда входите в бар или в собственную ванную. Те же стены там и так далее. Просто разная обстановочная афферентация приводит вас в разное эмоциональное состояние, в разное психологическое состояние. Уровень свободы у вас меняется. Когда вы одни дома, и когда кто-то пришел домой, вы ведете себя по-разному, даже если вы этого не осознаете. Почему? Потому что обстоятельства определяют наше поведение. И вот правда состоит в том, что мы можем действительно играть много разных ролей в нашей жизни, совершенно не понимая, что мы это делаем как ролевое поведение. Появление моей мамы рядом изменяет мое поведение. И я начинаю играть роль. Не специально, а просто потому, что мама рядом. И появляется мой руководитель рядом, и я точно так же начинаю играть себя подчиненного. Не потому, что у меня какая-то программа, что я должен чего-то изображать. Нет, просто сама обстановка создает обстановочную афферентацию. То есть чувствительность к этим афферентам, чувствительность к обстановке, и она меня так настраивает. И это действительно... Проверено на себе. Да. Прямо перед вами. В прямом афференте. Да. Ты шутишь, что я начальник? Да, конечно. Я с Андреем Владимировичем работаю уже шестой год, и у меня прям все нейронные связи, ответственные за то, что Андрей Владимирович это руководитель, они все активируются мгновенно. Но я это называю, я отождествленными ролями. То есть мы не ощущаем, что мы как-то поменяли. То есть мы чувствуем себя искренне в этот момент? Мы чувствуем себя нормально. Но может случиться ситуация, когда у вас появляется, например, рядом обстановочная афферентация, оказывается противоречивой. Ну, вы, например, находитесь со своей женой или мужем, и в пространстве появляется кавалер или дама, с которой у вас эти ляськи-муськи, сяськи-масяськи. Ну, какая-то интрига. И, значит, у вас обстановочная афферентация становится, вы со своей половиной органичны, и там вы органичны. А тут вам говорят, а вот две обстановочные афферентации. Побудь в этот момент естественным и довольным в жизни. Вот. Ровно то же самое будет происходить, если вы рассказываете, как вы своему начальнику, значит, объяснили, как он живет своим друзьям, и что вы про него думаете. И тут он появляется, и вы тоже можете почувствовать себя вполне неловко. Вот это как раз проблема, когда у нас несколько вот этих афферентаций начинают конфликтовать друг с другом. И это вызывает стресс у нас? Любые такие ситуации вызывают стресс, потому что обстановочная афферентация должна быть непротиворечивой. Любые противоречия в ней приведут к конфликту. Но есть еще два других вида ролей, которые, мне кажется, здесь вот мы должны осознавать. Одна из них связана с тем, что мы играем роли. Вот здесь хороший вопрос, как раз будет на следующий вопрос. Мы как раз про это и поговорим. Вот мы хотим спросить у наших зрителей, какие из этих вариантов отношений не являются социальной игрой. Вот здесь есть мать, ребенок, муж, жена, учитель, ученик, руководитель, подчиненный. Пока все думают, что все. Но может быть, мы тут для вас скрыли какой-то... А мы скрыли? Не знаю, сейчас выясним, Андрей Валерьевич. Вот, например, 14 человек сейчас считаются, что ни один из этих вариантов не является социальной игрой. Вот так вот уже 20 лет. Это цветы, цветы. О, вот смотрите, я ожидал, что так и будет. В ответ на этот вопрос порядка 250 человек считают, что мать и ребенок – это отношения, которые не являются социальной игрой. Значит, вот давайте мы попробуем рассмотреть эту драматургию. Значит, ну, вообще у матери с ребенком очень специфические отношения, потому что ребенок – это является, по большому счету, частью ее тела. Значит, мы не можем этого избежать. По сути дела, женщина выращивает это существо и вынимает из себя. Это ее часть, поэтому, конечно, биологически и всеми этими вещами эта связь делается очень специфической, потому что она поддерживается, соответственно, это влияет на гормональный фон, там у нее выделяется окситоцин, там, я не знаю, ну, куча всяких разных факторов. Но мужчина тоже действует в первых фазах? Это чтобы он не сожрал ребенка, а потом он перестает работать. То есть, ну, это же важно, ну, а что, если появилось какое-то существо, которое там не мое, и что-то он тут мою девушку, так сказать, мучает, кричит, и давайте ее съем, ну, вот мы чем-то другим займемся. Вот, да, поэтому, значит, есть вот набор этих биологических факторов. Можно ли считать это социальной игрой? Вряд ли. Но с другой стороны, давайте посмотрим, как мама разговаривает со своим годовалым ребенком. Я вам честно скажу, что годовалый ребенок представляет собой, ну, абсолютное неврологическое недоразумение. Вот, он только-только научился сопрягать части своего тела, значит, друг с другом. Вот, он только-только научился различать какие-то образы в окружающей действительности. Он еще, значит, ложкой попадает во все части своего тела, он еще не может научиться. Он может представить состояние его мозга. Это полный просто трэш. До трех лет шимпанзе обыгрывает человека. То есть, шимпанзе до трех лет развивается быстрее и более интеллектуально, чем, значит, трехлетний ребенок. Вот, в три года начинается, значит, перепеть, мы обгоняем шимпанзе. Вот, да, то есть там мозгами полное. И дальше мама сидит и разговаривает, ну, что ты ревешь постоянно, я уже устал, а ты не понимаешь, я хочу спать. Это какая роль, вот, чтобы я понимал? Она не... То есть, она приписывает своему ребенку сознательность, ответственность, понимание жизни ситуации. И она с ним говорит, ну, слушай, прекрати уже меня донимать. Но она не осознает эту роль? Это вот та самая, которую вы называете неотождествленной? Отождествленной как раз. Она ощущает себя, мама не считает, что она может сказать своему ребенку, что если она сказала, то он должен выполнить. То, что он не способен еще ничего понять, она же как бы в этот момент не осознает. Дальше начинается куча всяких разных социальных установок. Мама должна быть рада, что у нее есть ребенок. Ну, слушайте, это очень непросто. Это надо иметь очень такую мощную личность, как этот культурный сенс внутренний. Потому что тяжело. Но ребенок – это действительно непростое упражнение. Четыре часа с этими еще в хорошем случае. Четыре часа. Спасибо. Да. Короче говоря. И дальше мама начинает требовать. Я должна быть хорошей матерью. Я должна вот это. Должна и сё. Откуда это должна? Роль приписывает? Социальная роль. Ну, вот. Поэтому, конечно, потом, например, можно быть строгим собственным ребенком. То есть вот он плачет, хочется его затискать, конечно, сказать, что все, перестань уже ради Христа. Но нельзя. Потому что если он это, он будет иребить. И ты это сознательно понимаешь. Это уже социальная роль. У нас как раз по этому поводу следующий вопрос. А когда мы играем социальные роли? Вот тут часть людей говорит, что зависит от настроения. Кто-то говорит, что я вообще не играю. Я всегда такой, какая есть. 16-18 человек говорят, я женщина. А значит, я актриса. Во мне сто лиц и тысяч ролей. Ну и наиболее выигрывающий вариант это мы всегда играем роли. Так мы устроены. Что скажете? Ну, меня подмывает все-таки процитировать Шекспира, который говорит весь мир в театре. Люди в нем. И женщины, и мужчины в нем играют роли. Поэтому я бы хотел, чтобы гендерно все было справедливо. Я мужчина, а значит, я актер. Так, ну, вот опять же, да, мы с вами проговорили, что есть социальные роли, которые у нас детерминированы усвоенными какими-то знаниями. Есть наши спонтанные реакции, которые часто очень быстро облекаются в роли. Ну, например, вы испытываете чувство эротическое возбуждения в отношении какого-то человека. Это спонтанные действия для нас вообще никак не зависит. Это в любой культуре это возможно. Но дальше вы неизбежно это влечение должны будете организовать в какую-то роль. Вот я вспоминал Фрейда. У него по этому поводу есть его метафизики, есть понятие принципа реальности и принципа удовольствия. Принцип удовольствия. Я испытал влечение, я давай вперед, вы прекрасны, я очаровательна, все нам даром время тянуть. Но принцип реальности говорит, дружище, те за это посадят. И значит, он говорит, давай сразу кавалер, цветы, конфеты и так далее, и так далее. И много-много слов, этот словесный гандикап, так сказать, в дело. Но принцип реальности, вот соблюдать принцип реальности это же непросто. Этому мы учимся в процессе нашего воспитания. Социального диктата, да, конечно. Мы формируемся... Мишель Фуко, такой великий философ, он вообще описывал наше общество как дисциплинарное, что мы, в принципе, у нас формирует чувство вины, чувство социальной ответственности и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим на ребенка, действительно, он представляет собой набор разных позывов, потребностей, влечений и так далее, которые взрослые системно пытаются обуздать, да, они его вводят в культуру, да, они учат его сдерживать свои эмоциональные реакции, да, не проявлять какие-то свои эмоции на людях, да, чтобы он там не бил никого, и так далее, и так далее. Вот. И это все снабжается объяснениями, да. Ты не должен драться, потому что хорошие мальчики не дерутся, да, ты не должен плакать, потому что мальчики не плачут, там, ты не должна бить мальчиков, потому что девочки никого не бьют. Ну, ну, как мы все вот эту ахинею, на самом деле, просто чтобы задавить импульсы, которые работают, они дальше, эти привычки становятся частью нашей внутренней натуры, начинают определять нас изнутри, и дальше мы уже оказываемся заложниками тех нейрофизиологических комплексов, вот опять же, тех мозолей, этих социальных отношений, которые у нас сформировали. То есть, фактически, окружающая среда и другие люди воспитывают в нас эти роли, которые мы потом, вырастая, несознательно отыгрываем, да, но мы действуем как раз по правилам, которые когда-то были в нас заложены. Это существует куча таких, прямо, стратегий, которые определяют наше существование на этапах жизни, да, вот представление о том, что такое хорошие родители, да, оно не обязательно может быть, кстати, дано нашими родителями быть. Мы можем страдать в отношениях с нашими родителями, потому что они проявляют жестокость, бесчувственность там и так далее, и мы думаем, что мы никогда такими не будем. И сами формируем для себя ту роль родительскую, которую мы потом будем пытаться исполнить. И не факт, что у нас это будет получаться.